Дом родной, знакомый с детства, городок, что у реки. Это сегодня его песни поет вся страна. А в школьные годы о таланте Руслана Олехно никто даже не догадывался. Он не стремился покорить школьную сцену, песни под гитару до утра тоже не про него. И на этих общих фотографиях 7-го и 8-го Б класса вычислить будущую звезду сложно. Попробуйте узнать, где на этой фотографии Руслан. Мне кажется, вот. Для Татьяны Ивановны тот самый 5-й Б был премьерой. Молодой учитель, выпускница педуниверситета впервые взяла классное руководство и переживала, сможет ли найти общий язык с новым поколением 90-х. В этом классе Руслан наш появился не сразу. Он появился не с первого класса, а немножко позже. Но его в классе все сразу приняли. Он был хорошим, равновешенным, добрым мальчиком. Поэтому в класс влился очень быстро. Его голос станет настоящим открытием для пед-коллектива. Теперь почти у каждого из учителей 9-й школы в плейлисте обязательно есть его песня. Попалась мне его песня «Вот жизнь». Я переслушивала несколько раз. У него есть душа, душа красивая. И поэтому он похож на того мальчика, который был в школе. Ее самого знаменитого ученика теперь часто показывают по телевизору. Он был самым молодым министром правительства, послом Беларуси в России. А сегодня занимает высокий пост главы администрации президента. Дмитрий Крутой – выпускник маленькой Кличевской школы, которая была восстановлена на довоенном фундаменте. Но не размеры учебного заведения, а масштабы педагогов делает из учеников людей с большой буквы. «Самый обыкновенный парень. Энергичный, быстрый, активный, на перерывах, погонять мяч, побегать с друзьями. Ну, нет вопросов. Не конфликтный совершенно. Очень умел дружить и с мальчиками, и с девочками. Никогда не возникало никаких вопросов. Учился, безусловно, хорошо». На выпускном, где Дмитрию Крутому вручают золотую медаль, Валентина Николаевна скажет всего одно слово – надежный. И теперь, спустя годы, понимает, насколько же была права в своей самой короткой характеристике. «Не надо несколько раз напоминать. Если взялся, значит сделает и доведет дело до конца. И вот жизнь теперь подтверждает эти мои слова. Только надежному, такому вот ответственному, грамотному, исполнительному человеку в государстве могут доверять такие высокие посты». Валентина Николаевна гордится своим учеником и по несколько раз пересматривает его интервью, вслушиваясь в каждое слово. И все время ждет ее, ту самую визитную карточку Дмитрия Крутого. «Улыбка настолько такая открытая, искренняя, от природы он был награжден этим. Когда он дает интервью журналистам после каких-то решений важных государственных вопросов, нет-нет, да провелькнет вот эта знакомая мне улыбка. Я, конечно, этому радуюсь». Дмитрий Крутой помнит всех своих учителей и из небольшой сельской школы, агрогородской, как нынче звучит, до городской студенческой скамьи. Ну, конечно, самые теплые впечатления от моментов, калий перопынков, ничеков, а слухов за довольнением наставников. В первые четыре класса у меня все предметы в школе были на белорусском языке. Главное впечатление – это учителя. Все-таки вот эти советские учителя, вот эта советская закалка, спрос. Я помню, что очень волнительно всегда было готовиться к урокам, выполняли все задания. Но когда я переехал уже в районную школу, в районный центр, то где-то полгода мне понадобилось на привыкание к ряду предметов на русском языке. Сейчас большой запрос на обучение на белорусском языке. Мы с нашим министром образования обсуждаем, может быть, как-то более ярко показать те учебные заведения, которые проводят обучение только на белорусском языке. Президент всегда поддерживает вот эти тенденции. И даже хочу сказать, вот до момента объявления нашим лидерам пятилетки, но он еще думает, еще окончательное решение не принято. По крайней мере, уже президент об этом сказал, что у нас будет пятилеткое качество. Но одним из вариантов, одним из вариантов, очистленных, чему посвятить 2025 год, это был год белорусской мовы. Этот лозунг в спортивном зале 27-й Бобруйской школы не просто слова о начале реальной истории. Именно здесь отжимался, подтягивался, играл с мячом паралимпийский чемпион Игорь Бокий. На последних играх в Париже белорусский пловец выиграл пятое паралимпийское золото, которое стало для него 21-м в карьере. А в школьные годы никто даже не предполагал, что именно на этого ученика прольется золотой дождь самых триумфальных побед. Учитель физкультуры Игорь Яловик – один из самых преданных фанатов Игоря Бокова. Он внимательно следит за каждым его важным прыжком в воду. Фотографии самого знаменитого ученика украшают стены 27-й Бобруйской школы. Но увидеть Игоря Бокова можно не только на них. По традиции он приезжает сюда на открытие осенней спартакиады. Ждут его и в начале этого сезона. Любимый, альбоматер, Бокий даже хотел презентовать одну из своих золотых медалей, но администрация не смогла принять такой дорогой подарок. Для Бобруйской Игорь уже часть истории, а для школьников – вдохновение и символ успеха. В списке знаменитых учеников этого вуза – люди, которые сегодня определяют курсы страны. В системе образования Станислав Князев уже три десятка лет. По личному поручению президента вместе с группой ученых он создавал первое научное пособие по основам белорусского государства. Под его руководством наши студенты заняли пятое место по международному праву в Вашингтоне и первое в Москве. Он ставил отметки, давал домашние задания Наталье Качановой, Роману Головченко и Максиму Рыженкову. Лучше всего слушатели Академии проявляют себя в период перерывов. Тогда характер каждого очень хорошо заметен. Потому что, попадая в стены учебного заведения, даже взрослые порой ведут себя как расшалившиеся школьники. Слушатели Академии не просто слушают, а погружаются в реальные задачи. Ведь особенность управления, как науки, чувствовать пульс жизни и передать этот ритм будущему руководителю. Места сухих лекций, специальные кейсы, тренинги, деловые игры, ситуационное моделирование. Все это заставит подумать. Тут очень многое зависит от того, кто в аудитории работает. Может ли он о простых проблемах рассказать настолько ярко, что это зажигает изнутри человека желание достаточно глубоко проникнуть в проблему. Учитель – человек, в руках которого растет душа. Мудрый наставник и вечный двигатель наших маленьких побед и больших открытий. Сотни тысяч звонков и поздравлений в этот день – это большое спасибо тем, кто открыл нам дверь в мир знаний и помог найти свою дорогу. Юлия Мычка, Полина Королева и Антон Чутьвага. Неделя СТВ.